С 10 марта единое национальное тестирование переведено в электронный формат. Первые 17 североказахстанцев вместо заполнения привычных листов бумаги сели за персональные компьютеры с камерами видеонаблюдения. Напомним, единое национальное тестирование в республике проводится с 2004 года. Как оценили цифровизацию ЕНТ абитуриенты, расскажет Наталья Аитова. Мартовское единое национальное тестирование для поступления на платное отделение проходит в компьютерном формате. Желающие сдать экзамен могут пройти регистрацию на сайте национального центра тестирования и выбрать дату. Сегодня у нас первый день в 12 регионах страны, мы начали тестирование. Пройдет оно до 10 апреля. Также одной из особенностей этого теста является то, что дети сами выбирают место, дату и время прохождения тестирования. То есть, если раньше их всех привозили на место, то сейчас они сами, когда им удобно, приходят на тестирование либо с утра, либо после обеда. Это специализированные центры тестирования, оснащенные компьютерами, камерами и всем другим необходимым оборудованием. За прозрачностью и объективностью проведения тестирования следят представители антикоррупционной службы и мониторинговых групп. Первой в новом формате ЕНТ сдала Альбина Приболовец. Абитуриент оценила быструю возможность узнать свой результат. Девушка набрала 80 баллов. Не нужно закрашивать кружочки, это лишнее время отнимает, минут 40, это на закрашивание уходило раньше. Сейчас просто отметил и все. Никак не можешь ошибиться, например, когда закрашиваешь. И результат, естественно, сразу. Если раньше мы ждали до вечера, а сейчас уже можно сразу посмотреть. Количество предметов остается прежним. Три обязательных и два профильных. На тестирование дается 4 часа. Пока в Североказахстанской области три специализированных центра тестирования. Работа по цифровизации ведется и в единственном вузе региона. Мы в университете тоже проводим большую работу по цифровизации. В настоящее время это подготовительная работа ведется. В период карантина мы организовали онлайн обучение. Также у нас была система и электронного тестирования с элементами прокторинга. Которая также себя хорошо заэкономендовала. Сейчас в университете разрабатывается собственная ЛМС-система. Это система дистанционного обучения. Продлиться весеннее ЕНТ месяц. Исключить подставных лиц позволит цифровая идентификация личности. Наталья Итова, Рейнбек Бегужаев, Служба новостей.